кстати ребята вот по вопросу буро да по вопросу ножей значит обращаю ваше внимание если вы видите сейчас на камере вот здесь на края на краешку ножа уже такие вот сколы вот эти сколы либо от но скорее всего а у лед когда выходит из из лунки уже да когда мы заканчиваем бурение лунки проламу лед вот может опромку льда идти вот такой скол но с высокой долей вероятности что это дерево воде было камыш валяющийся и прочее ну вот как метки люди ставят потом они все затрамбовываются вмерзают становится как камень и собственно говоря вот тогда идет повреждение вот кромочки очень хорошо здесь видно не знаю видно вам кромочки ножа этот нож поврежден как минимум требуется такая крепенькая правильная за . а на этом ноже не все так печально вроде бы но вот отломан буквально миллиметр наверно даст миллиметра полтора краешек краешек ножа именно тот который углубляется в лед сцепляется залет это тоже уже не годится это тоже негодный нож то есть оба эти ножа пойдут под замену у меня в принципе всегда с собой как минимум еще один комплект запасной ножей сегодня много лунок не сверлил 5 хотя и плавно вроде бы идет но на следующую рыбалку точно надо будет поменять все это добром но это в этом сезоне за декабрь и январь то ли 14 то ли 15 рыбалка просверлено этим буром около 600 лунок да наверное 600 800 лунок где-то в этих пределах ударено пока искали пока там все такое поэтому поэтому в принципе ножи уже можно спокойно менять обычно 10 рыбалок таких интенсивных то есть 400 но где-то 500 лунок 400 500 лунок и уже ножи надо править я не заморачиваюсь меняю не самые дорогие ну что подошло время поменять ножи то есть мы с вами там рассматривали ножи вычерплены кончики ножей затупили закруглили соответственно не стали хуже сверлить ну и местами такие есть сколы на одном ноже достаточно серьезные школы он еще хорошо сверлят и еще пока но это будет относительно я думаю недолго для этого нам понадобится в общем то для замены ножей универсальный инструмент мультитул ну либо вот у меня там нож имеется фирма кстати абсолютно не важно но я люблю качественное суть вопроса следующем нужно будет открутить четыре болтика и произвести замену ножей ну естественно чтобы эту замену произвести у вас должны быть наши запасные у меня всегда с собой запасные ножи всегда у уточняю на льду бывают всякие ситуации многие люди скажем прямо активно отдыхают по выходным то есть не совсем занимается рыбалкой а больше ну такой крепкий крепкий в прямом смысле слова отдых да с крепкими спиртными напитками и очень многие тару оставляют на льду которая потом успешно мерзает в засыпает снегом ну это когда будешь много лунок там но у меня получается обычно от 40 до 60 лунок сверлю до при сверлении лунок можешь попасть на бутылку но ножи выйдут из строя все все рыбалка считаю что закончена был прецедент когда у меня ножей не было вот такой вот такая вот именно ситуация произошла вдвоем мы очень сильно намучились выставляя там по моему 30 жерлиц на двоих да поэтому нам понадобятся вот такие вот чудные на пусть полежать посмотрю что у нас откручиваем болтики отпускаем сначала по одному так отпускаем все четыре не выкручиваем сразу просто отпускаем показываем отпустили после чего когда все болты отпущены уже выкручиваем были прецеденты когда еще полный рабочий бурда по закисали болты винты точнее и собственно говоря один нож открутил а второй нож очень сложно открутить в общем потом пришлось назад все это вкручивать раз убрали наши отложили пока ножи в комплекте с ножами с барнаульскими идут в том числе винты значит что мы делаем самое простое взяли эти ножи и казалось бы винтиками прикрутили не совсем так если вы так сделаете просто их повкручиваете достаточно даже достаточно сильно просверлив 50 лунок почти наверняка один из таких винтиков вы потеряете с высокой долей вероятности он открутится и потеряется чтобы этого не произошло нужно сделать следующее в домашних условиях конечно взять можно паклю фум-ленту и так далее но где мы возьмем паклю или фум-ленту вот здесь на водоеме нету хозяйственного магазина нету там ящика с инструментами с принадлежностями но что у нас всегда есть то во что мы заворачиваем бутерброды вот такой чудный полиэтиленовый кулёчек есть практически у каждого рыбака там ящики в рюкзаке и так далее зачем он нам нужен это все банально просто оторвали кусочек незначительный маленький кусочек полиэтиленового пакета намотали вот таким вот так вот так она закручивается намотали немножко полиэтилена на винтик совсем немножко нужно предупреждали у приложили нож уточняю не вот так на его ложим а вот таким образом то есть тут специальные пазы подверг и чуть-чуть наживили винтик немножко наживили то же самое на 2 поступили с таким же образом и со вторым утром 2 а 2 1 2 3 3 3 3 Прошу прощения, чуть-чуть не попадаю И сбивается Нажимили Оба И теперь затягиваем Идет достаточно туго Подтянули Значит, со вторым ножом поступаем аналогичным же образом Да, кстати, с ножами нужно быть очень аккуратным Легко порезаться Так же вот намотали И вкручиваем Идет туго Ничего страшного Лишнее потом уберем Уберем Кстати, если так делать Винты никогда не закиснут Вы всегда сможете их легко открутить Потому что между металлами будет какое-то количество полей и тлина То есть между ножом Посадочным местом ножа, болта и головки Будет там полиэтилен Вот конечный результат, что у нас получается Головки должны быть фактически заподлиться Ну, если они там на треть миллиметра выступают Ничего страшного Вот таким образом уже точно можно гарантировать Что никогда Сами Ножи не раскрутятся Не раскрутятся Винт не выпадет А эти ножи Мы не выкидываем Мы их отложим Они нам могут еще пригодиться в качестве запасных Впоследствии Ну, у меня их на самом деле уже Наверное, десятка Полтора Лежит Впоследствии Можно прийти к другу Можно прийти к точильщику И поточить Они вполне нормальные Единственное, что Перед тем, как Вы их положите на хранение На консервацию Желательно завернуть их в ощеную бумагу Промасленную в ощеную бумагу Тогда они долго будут храниться Ну, и, соответственно Подточить будут запасные ножи Все, спасибо за просмотр Если вам понравилось это видео Ставим классы Ну, не забываем подписываться на канал До новых встреч, пока